Добрый вечер, РФТОВ. Сегодня мы прочитаем и разберем стихотворение Светланы Галкин, которое написано на иврите по мотивам романца Павла Антокульского. Материал предназначен для изучающих иврит на среднем уровне. Я буду зачитывать каждое четверостише, а потом мы будем разбирать каждое слово. ЛЕ ШОШАНА НАЙДЕРЕТ ШАРШИР ЗАМИР БАГАН АМАРТИЛАХ ГЕВЕРЕТ АХШАВ АНИЛАХ РАН Разберем. ЛЕ ШОШАНА. ШОШАНА – это ЛИЛИЯ. ЛЕ ШОШАНА – для ЛИЛИИ. ЛИЛИИ. Интересно, что слово ШОШАНА, оно связано, оно происходит от слова ШЕШ. ШЕШ – это ШЕСТЬ. ШОШАНА – ЛИЛИЯ, потому что у ЛИЛИИ шесть лепестков. НЕГЕДЕРЕТ – это ПРЕКРАСНОЕ, РОСКОШНОЕ. У нас получилось ПРЕКРАСНОЕ ЛИЛИИ. Или для ПРЕКРАСНОЕ ЛИЛИИ. ШАР ШИР поёт ПЕСНЮ. ЗАМИР БАГАН. ЗАМИР СОЛОВЕЙ. ГАН – это САД. БАГАН – в САДУ. АМАР ТИ ЛАХ. Я СКАЗАЛ ТЕБЕ. ГЕВЕРЕТ. 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 ГЕСПОЖА ОБРАЩЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ. ГЕВЕРЕТ. АХШАВ АНИ ЛАХ РАН. СЕЙЧАС АХШАВ АНИ Я ЛАХ ТЕБЕ. РАН ПОЮ. Вы сразу же замечаете, что у нас было здесь ещё одно слово, которое мы перевели как ПОЮ. ПОЁТ. ШАР. В чём разница РАН и ШАР? РАН – это ПОЁТ от РАДОСТИ. Это ПОЁТ, ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ ЭМОЦИЯМИ. То есть задача здесь не просто ПЕТЬ, а ВыРАЗИТЬ какие-то ЭМОЦИИ, ЧУВСТВА. ПОЁТ, ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ ЧУВСТВАМИ РАДОСТИ. Это РАН. И отсюда слово РИНА. РИНА – это РАДОСТЬ, когда ЧЕЛОВЕК от РАДОСТИ просто ГОТОВ ПЕТЬ, ДУШАП ПОЮТ. Переходим к следующему четверостишию. МЕРОВ СИМХА ЛИБИНИФАМ ВЕКЕЙХАД ЛИБЕЙНУ ИМШИР ЯФЭ ТАМИДУШЛАМ АТОВ ШЕБЕХАЕЙНУ. МЕРОВ СИМХА. Слово РОВ – это большинство. Но вот такое словосочетание МЕРОВ и дальше существительное. мы переведем МЕРОВ как ОТОБИЛИЯ, ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ. МЕРОВ СИМХА – ОТОБИЛИЯ РАДОСТИ. Или по смыслу можем перевести как ПЕРЕПОЛНЯЯСЬ РАДОСТЬЮ. ЛИБИ НИФАМ. ЛИБИ – это МОЕ СЕРДЦЕ. То есть если в обычном языке, в обычной речи мы говорим АЛЕВ ШИЛИ – МОЕ СЕРДЦЕ, то в языке высокого стиля мы можем МОЕ СЕРДЦЕ сказать одним словом. И это будет ЛИБИ. При этом принято писать ЮД после буквы ЛАМЕТ, чтобы нам легче было прочитать это как ЛИБИ, а не ЛИВИ, например. Потому что по незнанию, по неопытности мы могли бы неправильно прочитать. Поэтому желательно добавить ЮД после ЛАМЕТ. ЛИБИ – МОЕ СЕРДЦЕ. НИФАМ – в этом глаголе, это глагол НИФАЛЬ, БЕНЬЯН НИФАЛЬ, корень ПЭАЙН МЭМ. Если мы вспомним однокоренной глагол ПААЛЬ с этим же корнем, однокоренной ПЭАЙН МЭМ, ПОЭМ в настоящем времени, это пульсирует, бьется, о сердце речь идет. И глагол НИФАЛЬ – это пассивная форма от ПААЛЬ. У нас получается, что НИФАМ – это как бы, которого заставили биться, или которое заставили биться. И по смыслу получается, бьется под внешним воздействием. Мы переведем это как бьется от радости, бьется от эмоций положительных. НИФАМ – обычно речь идет о сердце. То есть НИФАМ – сердце, ЛЕВ, ЛЕВ НИФАМ – сердце бьется от радости. Переполненное радостью бьется мое сердце. ВЕ КЭЭХАД ЛЕБЕЙНУ – И как одно наше сердце. То есть получается, что наше сердце, оно единое. Един, у нас с тобой одно сердце. ИМШИР, ЯФЭ, ТАМИД УШЛАМ. ИМ – это С. ШИР – песня. ЯФЭ – красивый. Слово шир мужского рода. С красивой песней. Можно перевести как с хорошей песней. ТАМИД – всегда. УШЛАМ – это глагол УФАЛЬ. И если в настоящем времени он бы звучал как МУШЛАМ. МУШЛАМ – это совершенный, доведенный до конца. УШЛАМ – это доведено до конца, будет совершенным, стал совершенным. Извините. В прошедшем времени. Доведен до конца, ставший совершенным. Всегда будет совершенным. АТОВ – ШЕБЕХАЕЙНУ. АТОВ – это самое лучшее. По смыслу мы переводим. Если ТОВ – это хороший, то АТОВ – и дальше идет уточнение «в чем», «где» мы переведем по смыслу как «самое лучшее». Даже если здесь нет слова БЮТР, которое указывает на превосходную степень, даже без слова БЮТР по контексту, когда дальше идет уточнение, мы понимаем, что здесь превосходная степень. АТОВ – самый лучший, наилучший. Потому что дальше говорится, что в нашей жизни. ШЕБЕХАЕЙНУ. У нас получилось, с хорошей песней всегда будет совершенным, всегда было совершенным, всегда сделается совершенным, лучшее, самое лучшее, что в нашей жизни. Следующая четверостишия. ИТАХ ИШТИ БАЛЕВ ШАЛЬВА НАМШИХКАХ АЛЕВАЙ МИНА НАШИМ АТОВА АТОШЕР БЕЯДАЙ ИТАХ С ТОБОЙ ИШТИ МОЯ ЖЕНЩАНО или МОЯ ЖЕНЩИНА, так мы тоже можем понять. БАЛЕВ ШАЛЬВА. БАЛЕВ В МОЕМ СЕРДЦЕ, В СЕРДЦЕ ШАЛЬВА. ШАЛЬВА – это ПОКОЙ, УМИРОТВОРЕНИЕ, ВСЁ НОРМАЛЬНО, ВСЁ ХОРОШО, СОСТОЯНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ. ШАЛЬВА. НАМШИХКАХ АЛЕВАЙ. НАМШИХ – это мы продолжим, мы будем продолжать. КАХ ТАК. Мы продолжим так. АЛЕВАЙ. Такое необычное выражение. АЛЕВАЙ. Мы переведем по смыслу, как вот хорошо бы, если бы было так. Я хочу, чтобы было так. АЛЕВАЙ. Мне хочется, чтобы было так. МИН ГАНАШИМ от АТУВА. МИН АНАШИМ – это СРЕДИ ЖЕНЩИН, СРЕДИ ВСЕХ ЖЕНЩИН, АНАШИМ. АТАТУВА. ТЫ – САМАЯ ЛУЧШЕЕ. ТУВА – это ХОРОШЕЕ. А ТУВА – мы сказали по смыслу, по контексту. Мы можем переводить, как САМАЯ ХОРОШЕЕ. ТЫ – САМАЯ ХОРОШЕЕ. САМАЯ ХОРОШЕЕ. АТОШЕР. ТЫ – СЧАСТЬЕ. БЕЯДАЙ. И ЕДАЙ – это МОИ РУКИ. Элемент высокого стиля. Одним словом выражено. МОИ РУКИ. ЕДАЙ. БЕЯДАЙ – В МОИХ РУКАХ. ОЧЕНЬ КРАСИВО ПОЛУЧИЛОСЬ. И Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО ВИЛЬДАН СПОЁТ, ИСПОЛНИТ ЭТОТ РОМАНС. И ПОД ВИДЕО ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОЯВИТЬСЯ СЫЛКА НА ИСПОЛНЕНИЕ ЭТОГО РОМАНСА НА ИВРИТЕ. ИСПОЛНИТ ЕГО ВИЛЬДАН. СПАСИБО ЗАРАНИЕ. СПАСИБО СВЕТЛАНИЯ. С ВАМИ БЫЛ МАРК ХАРАХ, ЛИТРАУТ. ДО СВИДАХ.